Вообще, трубочист в Таллине очень уважаемая, почитаемая профессия. И считается, что если встретишь его случайно на улице города, это большая удача. И кто не знает, иди сюда, трет ему нос, а кто знает, трет пуговицу. Раз, говорят, все желания сбываются. Надо не потереть, а покрутить. Покрутить? Конечно, конечно, давай. А жалюзик прям реально подходит. Подходит, крутит. И долго стоят крутить? Ну, иногда по несколько минут. Зависит от того, какие желания, да. Стоишь, ждешь. Сейчас, подожди, пожалуйста. Ты сосредоточься. Все. Стойте, говорят. А можно мне тоже. Не оторвите, смотрите. У него запасных нет. А если оторвать, вообще желание усилиться. Аккуратно. Не бороду, а пуговицу. Покрутили? Пожалуйста, тоже. Щекотно? Внимательных прохожих, как видите, немного. Я имею в виду тех, кто видит и не оставляет себя без возможности загадать желаницы, покрутив пуговицу. А именно покрутить нужно. Так. Стоп. А почему, подождите, а почему ремень-то? Потому что можно взять пуговицу, можно пряжку. Но обычно люди хватаются за пуговицы. И, как правило, на них накладывается, наслаивается желание других. А пряжку мало кто берет. Поэтому мое желание используется сто процентов. Серьезно? Подожди, это что, это что реально так? Ребята, что творится? Друзья, знакомьтесь. Это не экскурсовод. Это настоящий трубочист. Вот человек, которого я мечтал встретить все свое детство. И, кстати, вот примерно так ты в моих мечтах и выглядел. Только вот так еще. О, да. Но должен быть цилиндр. Цилиндр? Цилиндр. Есть традиция. Точнее, поверят, что цилиндры мы начали носить из-за запрета в Лондоне трубочистам ходить по тротуарам. Почему? Ну, потому что грязные, пачкаем джентльменов. Мы начали носить цилиндры, чтобы показать, что это не трубочистам запретили ходить по тротуарам, а джентльменов убрали на тротуары, чтобы они не мешали нам ходить по городу. Мы же реально сейчас будем чистить трубу. То есть это до сих пор, это, ну, функция есть такая, чистить трубу. Да, да. Сколько вообще труб в Таллине? Вот так, чтобы на дома? Ну, смотри. Сколько ты, вот, так сказать, обслуживаешь? У нас, если посмотреть Хариума район, то у нас больше сорока тысяч домов. Ну, давай приступать, Вальдема. Они сошлись. Труба, щетка и бомба. Так называется груз, с помощью которого трубочист запускает свой инструмент в глубину. Давайте послушаем этот редкий звук, который пахнет теплом эстонских каминов. Ух ты. Вот, вот она, настоящая сажа, крыш старого города Таллинн. Главное, сильный низко не опускай, застрянет. Там камбой. Можешь застряять, да? Да. Она уже это сделала. Так. А в этом случае что делать? Сейчас вытащу. Так, тебе стоит спуститься, а я попробую ее вытащить. Хорошо. Ну вот, натворили делов. Ничего страшного. Нет, не пойдет. Доигрались. Доигрались. Просто чуть ниже опустил, чем нужно было. Но я же слушал звук, как грузик туда падает, пробирается щетка и тут, лоп, застряло. Без этой застрявшей щетки впечатление от работы трубочиста было бы неполным. К тому же, Вальдемар внезапно нашел способ освободить ее. Теперь нам нужно обойти этот дымоход с другой стороны. А здесь есть люк, что ли, какой-то? Да. В том случае здесь есть лючок. Вот сам канал. Ух, какая пыль. Вот сам поворот, который тут проходил. Ну, вот он застрял. Мужчина, где она застряла? Смотри. Ах ты, елки-палки. И постараться пройти между веревкой и камнем. Ааа. Вот, вот, сейчас ты высвободил. Все. Вот она. Ура. Фу. Щетка с плеч, как говорится. Решили проблему. Ну что, возьмем брата наверх? Да, наверх. Ты поднимешься наверх, возьмешь за веревочку. Я пойду вниз, еще раз ее освобожу. И ты тогда ее вытащишь наверх. Давай, занимай позицию. Оп. Красота. Вернулась щетка. Ура, решили проблему. Есть. И звук, и процесс, и проблема решена. Ох ты, как быстро уже здесь. Ох ты, как быстро уже здесь. Продолжение следует...